Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в студии Наталья Вячеславовна Караваева, начальника отдела социального развития администрации Одинцовского муниципального района. Здравствуйте, Наталья Вячеславовна! Здравствуйте, Мария! Сегодня поднимаем очень важную и интересную тему – это летнее трудоустройство подростков. К нам поступает много вопросов от родителей. Все хотят знать, можно ли устроить подростка на лето, какая будет заработная плата, ну и еще очень много разных нюансов. Давайте разбираться во всем подробно. Давайте, Мария. И, конечно, сегодня я буду говорить о наших двух муниципальных образованиях, которые объединились в один Одинцовский городской округ. Это город Звенигород и Одинцовский район. Итак, по порядку. Более 26 тысяч школьников проживают в настоящее время в нашем городском округе. Это ребята возрасте от 7 до 15 лет включительно. Это именно тот возраст, который подлежит оздоровлению в рамках муниципального образования. И в бюджете Одинцовского муниципального района и в бюджете городского округа Звенигород заложены достаточно большие средства. Более 21 миллиона 600 тысяч рублей заложено в бюджетах наших муниципальных образований. Также в виде субсидии наши районы городского округа Звенигород получили 15 миллионов рублей на организацию летней оздоровительной кампании. На что же будут расходоваться эти деньги? Прежде всего на закупку путевок в загородные оздоровительные лагеря. В этом году наши ребята поедут в Республику Крым, на территорию Краснодарского края, на Черноморское побережье и также отдохнут в подмосковном лагере. Сейчас проводятся конкурсные процедуры и поэтому конкретно какие это лагеря мы узнаем чуть-чуть позже. Также на территории Одинцовского городского округа будет работать 49 лагерей с дневным пребыванием наших школьников. И в этом году в лагерях с дневным пребыванием отдохнет более 1800 наших школьников. Это действительно намного больше, чем в прошлом году, в 2018. По инициативе главы Одинцовского района Андрея Робертовича Иванова, в этом году на 7 миллионов увеличено финансирование летней оздоровительной кампании по сравнению с предыдущим годом. Во всех наших общеобразовательных учреждениях будут созданы бригады по ремонту и благоустройству образовательных учреждений. Ну вот как раз мы подбираемся к этой теме, потому что трудоустройство подростков это такой пласт, который входит в летнюю оздоровительную кампанию. Безусловно. И вот в таких бригадах по ремонту и благоустройству образовательных учреждений с отплатой труда несовершеннолетних будет трудиться 867 школьников. Вот сразу вопрос, Наталья Вячеславовна, чем будут заниматься ребята вот в этих трудовых бригадах? Я знаю, что они ежегодные и в принципе перечень работ, он известен. Ну, безусловно. Это ремонт, который позволяет нашим школьникам привести образовательное учреждение в порядок к началу нового учебного года. Это покраска нетоксичными красками, это высадка цветов, кустарников, это работа в библиотеке, это помощь в работе воспитателей при наших лагерях с дневным пребыванием. То есть это отряд даже вожатых? Да, да, это и отряды вожатых, это в том числе помощь в библиотеках, это приведение в порядок к картотеке. Ну и плюс, наверное, помощь библиотекарям, когда поступают новые книги, их достаточно много и, наверное, уже начинать библиотеки готовиться уже к следующему учебному году. Безусловно, это кропотливый труд, но я думаю, что он пойдет на пользу и ребятам, и образовательным учреждениям. Дети работают ограниченное количество часов, определенная нагрузка, то есть за всем этим следят взрослые. Наши школьники трудоустраиваются абсолютно как взрослые. И в соответствии с нашим российским законодательством, ребятам, которым исполнилось 14 лет, они работают 4 часа. А уже которые старше 16 лет, они, соответственно, работают уже 6 часов. Но здесь еще есть нюансы. Действительно, для трудоустройства наших школьников нужно обязательно написать заявление с просьбой принятия их в бригаду с оплатой труда несовершеннолетних. Если школьнику еще не исполнилось 15 лет, то это заявление он пишет вместе с родителями. Также детки до 15 лет получают разрешение от Управления опеки и попечительства на то, что они могут трудиться. То есть это вот те необходимые документы, которые до какого времени нужно собрать и подать родителям и куда? В настоящее время, буквально вот в апреле и до середины мая, потому что бригады во многих образовательных учреждениях уже сформировались. Потому что еще нужно оформить документы в пенсионном фонде, получить медицинскую справку, оформить личный счет в сберегательном банке, куда будут перечисляться денежные средства. Они в этом году немаленькие. Какие, Наталья Вячеславовна? За свой труд школьник получает 1500 рублей заработной платы, 4000 рублей – это материальное поощрение за его труд. И при оформлении соглашения с Одинцовским центром занятости населения школьник получает еще 2250 рублей, что на целую тысячу больше, чем в прошлом году. Но и наши школьники также на 600 рублей будут получать больше, чем в прошлом году. Вот давайте посчитаем. Полторы до четыре, да еще 2250, около 8 тысяч. Да, около 8 тысяч получат школьник за свой труд. Много это или мало? Ну, давайте рассматривать. Первое. Труд неквалифицированный. Труд в соответствии с возрастом. Гарантированная заработная плата. Окружение школьника тоже адаптированное. Это те ребята, с которыми он находился в одном образовательном учреждении. Безопасность, что немаловажно. Да, безусловно. Соблюдение всех норм безопасности. А вот, кстати, инструктаж проходит, ребята, перед тем, как приступить. Каждый день. И вы знаете, за все годы моей работы по направлению организации летней оздоровительной компании у нас ни разу не возникло никаких ни спорных, ни конфликтных ситуаций. И я считаю, что это достижение руководителей бригад, которые находятся в наших образовательных учреждениях. Потому что соблюсти все рамки закона, предоставить ребятам адаптированный труд – это очень большой и очень ответственный участок работы нашего педагогического состава. И я, безусловно, благодарна управлению образования, что они настолько добросовестно и четко выполняют, возложены на них вот эти обязанности. Все-таки нужно понимать, что количество мест в трудовых бригадах ограничено. Ограничено. Оно ограничено, то есть одни дети едут в лагеря, кто-то трудится, кто-то едет к бабушке или проводит отдых с семьей, все по-разному. Безусловно. Здесь, конечно, нужна инициатива школьника, осознание того, что месяц он, как взрослый, каждый день должен в определенное время приходить и находиться на своем рабочем месте. Вот все-таки вы сейчас сказали очень важную деталь. Инициатива самого ребенка должна быть, наверное, на первом месте. Не родители должны подталкивать мальчика или девочку, да, вот иди, трудись, ты же заработаешь деньги. А все-таки, наверное, это должно быть действительно осознанно, что я хочу пойти, я хочу работать и хочу заработать за свой труд деньги. Мария, ну, понимаете, родитель, он же должен тоже смотивировать, объяснить, насколько это будет здесь прикиживать. Не заставлять, нет, не заставлять, но смотивировать. Вот есть такая грань, да, вот мотивация и принуждение, разные вещи абсолютно. То есть вот все-таки, чтобы все получилось, и ребенок получал удовольствие от труда, да, и, безусловно, потом, когда получил заработную плату, он пошел, потратил ее на себя, возможно, на свою семью, купил что-то себе к школе. Это ведь огромное счастье для маленького гражданина. Мы уже с вами не первый раз беседуем об организации летней кампании и в том числе бригад с оплатой труда несовершеннолетних, и каждый год ребята говорят, что для них, безусловно, приятно осознать себя взрослыми, получить заработную плату, но самое главное для них это мотивация быть полезным, полезным обществу, полезным своей родной школе. Ну и, конечно же, это время, когда они могут ни в формальной обстановке, ни в школьной обстановке, ни в обстановке, когда они в рамках образовательного процесса пообщаться со своими сверстниками и учителями. И я думаю, что очень много полезных навыков они приобретут за тот месяц, когда они будут работать. Наталья Вячеславовна, вовлекается ли вот в этот процесс, процесс трудоустройства подростков, предприниматели наши? Ну, Одинцовское городское хозяйство каждый год принимает на работу 10-15 школьников. И ребята, конечно, очень с удовольствием идут в это учреждение, это очень востребовано, и практически там никогда не бывают вакансии. И мы в этом году неоднократно обращаемся к предпринимателям, мы продолжаем этот процесс выстраивания вот таких вот взаимоотношений. Мы очень просим предпринимателей взять на работу и наших школьников, вот, но бывает, что родители сами находят какие-то пути, договоренности и устраивают на предприятия либо своих знакомых, либо на свои собственные предприятия наших школьников. Вот так наши ребята попадают уже совсем во взрослую жизнь, совсем другие отношения. Но еще раз повторюсь, у нас процесс не закончен, и мы сейчас прорабатываем вопрос работы наших школьников на предприятиях Одинцовского округа. Ну а если родители решили действовать самостоятельно в этом вопросе, то все-таки им прежде всего следует изучить трудовое законодательство в отношении именно подростков, чтобы их права не были нарушены. Но и самое главное, они должны еще знать о том, что обратившись в Центр занятости населения, при абсолютной легитимизации устройства ребенка на работу и оформлении всего пакета документов, они могут получить еще материальное поощрение в размере, повторю, 2250 рублей. И в этом году у нас тоже есть новинка. Какая? По инициативе Комитета по культуре и молодежи в этом году будут вводиться несколько ставок для наших школьников, которые в летний период будут работать в качестве аниматоров на территории нашего округа. Я думаю, что это прорыв летней оздоровительной кампании. В итоге вот примерно какой будет охват подростков? За счет бюджета Одинцовского района в бригадах будет трудиться 867 школьников, аниматорами около 7-10 человек. И вот когда мы подводим итог всей летней оздоровительной кампании, где-то 800 старшеклассников, это очень большая цифра, они в той или иной мере трудоустраиваются на различные предприятия, как на территории нашего района, так и в городе Москва. Но здесь уже это история семьи. Ну то есть это уже практически подходят цифры к 2000, примерно 2000 подростков будут трудоустроены в летний период в том или ином виде. Да, но это мы говорим о работе, за которую выплачивается вознаграждение, заработная плата. Но ведь еще около 10 тысяч наших школьников в течение всего лета будут работать в школе. Помните, у нас с вами была летняя практика. Конечно, помню. Вот, и она продолжается. Она была обязательной? Она была обязательной. Ну, мы будем говорить, мы мотивируем ребят, мы приглашаем их. Мы хотим еще раз объяснить родителям, что принести пользу школы – это очень и престижно. И ребенок, я думаю, что осознает себя как нужным, полезным человеком. Как вот ребята вовлекаются в эти бригады? Каким образом? Ну, это в каждом образовательном учреждении существует своя традиция вот этой вот школьной практики. Где-то это по графику, где-то в определенные участки лета. Ребята приглашают либо поработать на приусадебном участке, либо на какие-то облегченные виды труда по приведению школы в порядок. Наталья Вячеславовна, что бы Вы пожелали всем родителям и детям, которые стоят сейчас перед выбором, устраиваться ли на работу этим летом, или просто весело и интересно провести каникулы, не принося пользу родной школе? Самое главное – это быть эмоционально положительным в проведении всего летнего периода. И выбрать оставаться дома, ехать на море, в гости к бабушке. Это, безусловно, история семьи. Но мне бы хотелось действительно, чтобы ребята, каждый ребенок, смог поучаствовать в приведении своего образовательного учреждения, подготовке своего образовательного учреждения к новому учебному году. И сделал свою школу более красивой, более уютной, более чистой. В первую очередь для себя, для своих одноклассников, для любимых преподавателей, для всего ученического сообщества. Да, и для хорошего настроения. Спасибо, Наталья Вячеславовна, за интересную беседу. Я надеюсь, что сегодня мы ответили на многие вопросы, которые волнуют наших родителей. Спасибо, Мария. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания.